Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат есть интеллект, есть знания и самое главное желание помочь людям и поделиться своим добром и теплом. И вот так возникло серебряное движение «Серебряные волонтёры». Почему такое интересное название? Ну, это как связано, что очень часто задается вопрос, почему именно серебряные, а не золотые. Но это связано с цветом благородно-седенный опыт. Поэтому вот такое «Серебряные волонтёры» прижилось и очень красиво звучит. Татьяна, скажите, пожалуйста, а всё-таки что вас привело в волонтёрство? Сначала просто было интересно, новое дело, новые люди. Вот я расскажу, что Римма тогда Яковлевна ходила и просто приглашала людей, что вот попросили поддержать фестиваль «Сцена-2016». И просто я даже не знала, что это будет, как это будет. А оказалось так здорово, весело, интересно. Мы ездили на этом трамвайчике агитационном, в костюмах, в театральном. Всё интересно стало. А потом я уже ощутила, что это не просто весело и интересно, а действительно нужно. Вас ждут. И вторая часть нашего вопроса, да, чем всё-таки занимаются-то «Серебряные волонтёры», ну вот помимо того, что участвуют в таких вот мероприятиях, как трамвайчик? Вы знаете, когда мы организовывались, и я очень хочу сказать огромное слово благодарности, кто нам пошёл на встречу в момент организации. Это, конечно, огромное спасибо хочется сказать директору Дворца спорта имени Рамазана, Петру Ивановичу Бибик, который понял, что серебряное волонтёрство – это нужное и хорошее дело в нашем городе. И мы уже сидели и думали, каким же направлением можно работать. И выбрали для себя пять направлений. Это событийное, культурно-событийное направление, спортивное волонтёрство, социальное направление, экологическое и донорство. Вот по этим направлениям мы работаем. Более подробно мы поговорим попозже. Ведь волонтёрское движение очень активно и серьёзно поддерживает президент нашей страны Владимир Путин. И именно он объявил 2018 годом волонтёров на вручение Всероссийской премии «Доброволец». Были ли вы там? Да, я имела такую честь. Вот как раз 6 декабря, когда на форме «Доброволец» во дворце спорта «Мегаспорт» Владимир Владимирович Путин объявил 2018 год годом добровольца. Конечно, это был такой драйв, это была такая энергетика. Все 15 тысяч волонтёров, которые там присутствовали, просто кричали «Ура!». И была такая гордость, что наше волонтёрское движение поддерживается государственной власти. Давайте сейчас вспомним, как это было. Посмотрим небольшой фрагмент, как выступал Владимир Владимирович. Всегда уважал тех, кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, своему посёлку, не жалеет времени и сил ради общего дела. Это ясная, простая и одновременно высокая мотивация в основе ваших поступков и помыслов, в отношении миллионов наших граждан к России, в их ответственности за судьбу страны и за её будущее. Вы знаете, Антон Павлович Чехов как-то сказал очень хорошие, замечательные слова. «Как много в России хороших людей!» Вот он к вам тоже обращался. Так было всегда. Потому что забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем мирам, служить Отечеству в душе, в характере, в культуре нашего народа. В Великой истории России героический порыв добровольцев, защищавших Отечество. Вы сейчас только вспоминали о Великой Отечественной войне. Я вспоминаю о том, что мой отец, Владимир Спиридонович Путин, имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем ушёл на фронт. Подвижничество первых в мире сестёр милосердия, труд земских врачей и учителей, добрая воля тех, кто отдавал свои средства на школы, больницы, храмы, энтузиазм участников грандиозных проектов и строек. Эти традиции сегодня ярко воплощались в движении добровольчества и волонтёрства. Оно объединило людей разных возрастов, разных профессий в стремлении делать добро. Быть там, где нужны их знания, опыт, участие, бескорыстная помощь, теплота, сердец и сострадание. Вот мы уже прослушали Владимира Владимировича и обговорили о том, что такая поддержка весомая существует, а нужна ли она необходима и для чего? Да, безусловно, конечно, нужна эта поддержка, потому что, вы знаете, волонтёры, независимо от возраста, молодёжь это или серебряные волонтёры, они хоть и работают безвозмездно, совершенно на добровольных началах, но всё равно нужна какая-то мотивационная программа для них. Причём речь не идёт ни о деньгах, как раз нематериальные виды поощрения, я думаю, что должны быть у любого волонтёра, который отдаёт своё личное время, который делится вот этим своим добром, теплом. Поэтому, вот знаете, вот если сейчас будет принята программа мотивационная для поощрения волонтёров, это будет замечательно. Вот даже я по себе сужу, насколько приятно, вот я когда работала, ну, была волонтёром на Олимпийских играх в Сочи и получила благодарственное письмо за подписью Путина, вы знаете, памятную медаль, это вообще, это вот, которая стоит у меня на видном месте. Или получить благодарственное письмо от президента FIFA, вот я работала на Кубке конфедерации по футболу в Казани, и тоже, когда вручили такое благодарственное письмо, это вообще, ну, не знаю, дорогого стоит. И вот я просто хочу сказать, наверное, что надо волонтёров поощрять, потому что, я опять говорю, что это не материальные виды поощрения, элементарные даже благодарственные слова благодарности после окончания мероприятия сказать. И вот просто у меня есть такой пример, что один наш волонтёр сказал, что за 40 лет моей трудовой деятельности я не получала такого количества благодарственных писем за год работы в волонтёрском движении. Действительно. Татьяна Семёновна, скажите, пожалуйста, а вас что вот мотивирует, помимо того, что это интересно, то, что вы находитесь в гуще событий? Ну, я жду какого-то личностного роста. Я думаю, что мы будем дальше развиваться у нас. Не только мы логистику будем проводить, что, да, мы людей встретили, проводили, это нужно. Особенно вот, говорю, вот большой праздник был на стадионе, и там люди были приезжие из области, и мы им помогали какие-то возникшие вопросы. Организационные, это на зональном областном фестивале ГТО, летние, зимние виды спорта. А теперь вот я жду, что у нас вот ещё по социальной программе что будет, я жду какого-то развития для себя. Развития. А скажите, пожалуйста, а вот как всё-таки, вот вы сказали, что грамоты, благодарственные письма, а вот этот блеск в глазах тех людей, которым вы помогли, он вас мотивирует? Вы знаете, несомненно, конечно, вот мы сейчас в рамках проекта нашего отзывчивого «Серебряных сердец», с которым мы взаимодействуем с комплексом Центра социальной защиты Организационного района, мы работаем с семьями тяжёлой, тяжёлой ситуацией, которые, это и многодетность, и семья там. И вы знаете, вот когда приходим к ребятишкам домой и занимаемся с ними, и у нас ещё есть волонтёр Бахметь Винина Ивана, которая занимает 42 года, преподаватель высшей категории, педагогического стажа, она ходит к ребятишкам и подтягивает их в учёбе, по школьной программе, и знаете, прогресс есть. Поэтому, вы знаете, и уже волонтёров, или вот многодетная семья в рамках тоже нашего проекта мы работали в новогодней компании в Театре Буратино, и взамен того, что мы там работали, мы привели ребятишек многодетной семьи на эту новогоднюю ёлку, интермедиу они смотрели. И вот эти вот глаза вот такие, они радостные, что они, может быть, и никогда не видели этого. И вот, вы знаете, вот это улыбки этих детей, и то, что они как встречают нас и обнимают, это дорогого стоит. Вот, да, действительно, отдача, отдача, вот то тепло, которое наши серебряные волонтёры дарят окружающим, да, всё возвращается ещё больше и бумерангом, и в разы. Все ли так добродушны к вам, всегда ли благодарят? Или есть у таких случаев, когда люди воспринимают вас несколько иначе, чем добровольных помощников? Вы знаете, в большинстве случаев нас благодарят, и, ну, бывают такие, они единичные случаи, разовые, ну, единичные, можно сказать, в основном это, но и бывает так, что проведём мероприятие совместно, причём вот за год работы серебряные волонтёры ни одно мероприятие, чтобы где-то мы неправильно отработали или что-то сделали не так, всегда, они же очень ответственные, они настолько ответственные, это люди старой закалки ещё, поэтому вот им сказали прийти полвторого, они придут в час, сказали им стоять до конца, они будут стоять до конца. Да, то есть, поэтому бывают такие случаи, что проведём мероприятие и уйдём, и даже не услышав элементарное спасибо, бывают, но они очень единичные, и мы стараемся не обращать их внимания, на это внимание, и продолжаем дальше работать. Скажите, пожалуйста, а что самое приятное в вашей деятельности, вот, Татьяна Семёновна, расскажите. То есть, ради чего вы бежите туда? Ну, во-первых, общение, там очень хорошие люди собрались, комбанда очень дружная, люди все очень душевные, и, да, расширился круг общения, и для меня интересно то, что я нахожусь вот именно в центре, в эпицентре событий. Может быть, я бы и не собралась, и не поехала на гонках на собачьих упряжках, вот проходила на гонках, а тут я успела, и внук порадовался за бабушку. Кстати, как к вашей деятельности относятся ваши родные и близкие? Ну, вот я просто однажды услышала от нашего серебряного волонтёра такую фразу, что вот родственники даже жалуются, что тебя сейчас не застать дома, то есть, как говорит, вы какие-то неправильные бабушки, то есть всё время в действии, всё время кому-то помогаете. Она говорит, пусть мы неправильные бабушки, но зато я уже с волонтёрством не порву и буду всегда вместе. Ну, близкие, как бы, ну, как я сказала, не в шутливой форме называть неправильные бабушки, но в основном дети и внуки гордятся своими мамами, своими бабушками, потому что они действительно находятся в эпицентре всех событий. И вот одна из волонтёров сказала, что я в жизни не знала, что сколько проходится бесподобных мероприятий в городе, вот, а сейчас они везде участвуют. И вы, я могу просто перечислить вам на несколько, ну, просто мероприятий, в которые бы участвовали. Да, в которые бы, ну, гонки на собачьих упряжках уже третий раз. Улица горячих фонарей. Ну, когда бы вот серебряные волонтёры, люди старшего возраста, участвовали в фестивале музыки, да, или музыки и моды половодья. И вот эти зональные спортивные фестивали ГТО. Вы знаете, ещё я бы хотела, как бы, вот, сказать несколько слов о городском совете ветеранов. Я сама стала недавно пенсионеркой и не знала, что есть люди в нашем городе, вот, одержимые идеей того, что сделает наш город краше и лучше. И когда я стала членом городского совета ветеранов, я смотрю, что там тоже и руководитель, вот, председатель городского совета ветеранов Макаров Александр Андреевич, он сплотил возле себя такую команду, которые тоже, они являются такими же волонтёрами, только они не знают об этом. Ну, вы, обязательно, расскажете и в своих. Да, нет, мы уже с ними общаемся и плотно работаем. Плотно работаете, это уже хорошо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня спрашиваем их, нужно ли поощрять волонтёров, а сейчас мы вспомним, как серебряные волонтёры были в гостях у телекомпании ТВИН. Клёво. Клёво. Всё, я всё, я закончила. Год как серебряным волонтёрам, это чудесно. Мы вас действительно поздравляем от всей нашей телекомпании. Знаем, в каких и насколько сложных иногда мероприятиях вам приходится участвовать. Действительно, это очень ценно, что у нас есть такая помощь и поддержка ваших лиц. Вот такие они позитивные, энергичные, невероятно ответственные и пунктуальные. Некогда юристы, врачи, учителя, сегодня вышедшие на пенсию и вырастившие детей, имеющие больше свободного времени. Они готовы дарить его просто так, взамен на добрые слова и положительные эмоции. Вот уже год, как ни одно городское мероприятие не проходит без них. Как они сами признаются, истинных патриотов легендарной магнитки, серебряных волонтёров. Это люди, которые, ну и не знаю даже, вот, как их, какими мерками измерить всё то душевное тепло, добро, которое, каким они делятся на всех, со всеми. Это особенные люди. Приход в нашу телекомпанию стал для них тем самым подарком, который они попросили накануне своей первой годовщины. Побывать в закулисье известных программ, познакомиться с любимыми ведущими и, конечно, задать самые волнующие вопросы. Словно дети с самого входа в ТВИ, наши преданные зрители, как они признались сами, встречали проходящие мимо знакомые лица и просили сфотографироваться на память. Девочки, внимание! Самое благородное занятие человека на земле, когда человек обрабатывает землю. Вот до чего техника дошла. Обычная зелёная стена в мгновение превращается в просторную студию. Восторг у наших гостей вызвало буквально всё. Павильоны, суфлёры, камеры и монтажные. Телевизионная сказка вдруг стала былью. Ещё бы! В следующем году телекомпании ТВИ исполняется 25 лет. И уж поверьте, ценным кадрам и бесценным архивам есть о чём рассказать и что показать нашим телезрителям. Мы в вообще в полнейшем восторге от впечатлений, которые на нас произвели в сегодняшней экскурсии. Мы даже не ожидали, насколько такой труд, когда мы не видим изнанку той вашей работы, которую вы преподносите уже с телевизионных экранов. Движение «Серебряных», вспоминает его основательница Римма Хаилиева, начиналось с десяток человек. Через год их стало в три раза больше. И это не предел, ведь волонтёрство – дело добровольное. И в своих рядах они всегда рады видеть новые лица. Римма Хаилиева, руководитель Магнитогорского союза «Серебряных» волонтёров, и Татьяна Миловидова, участник этого движения, рассказывают нам сегодня о добровольцах магнитки. Мы продолжим наш разговор и хотелось бы уточнить, сколько же сегодня уже участников? Ну, вот изначально было, когда мы в момент организации, было 14 человек, а потом вот сейчас у нас уже 27 человек. Этого достаточно или хотелось бы больше? Ну, вы знаете, собственно говоря, для нас, у нас всегда для всех открыты двери. Если есть желающие, которые вступить в наши ряды, мы всегда рады и всегда с радушием встречаем и уделяем им огромное внимание поначалу. И стараемся их сразу, предлагаем поучаствовать в каком-то мероприятии, чтобы они поняли, насколько это здорово находиться, создавать волонтёром. А люди, которые приходят в добровольческое движение, вот кто они? Может быть, вы уже для себя такой портрет нарисовали? Чаще всего это какие люди приходят? Ну, вы знаете, люди, вот некоторые придут, думают, что где-то там, наверное, побудут на первом мероприятии, на собрании, и увидев, что здесь не платят денег, вот, что им сложно, например, пойти в мороз, стоять на соревновании или в течение там четырёх часов провести, ну, заниматься в организации какого-то культурного мероприятия или в то же самое пойти к детишкам. Они понимают, что это не их, и они уходят. Мы в таких случаях не удерживаем, потому что люди для себя ставят какие-то приоритеты. И если он считает, что вот это есть у них в сердце, они остаются, они наша команда. И сейчас у нас такая сплочённая, доброжелательная, дружная команда, костяк есть, который вот работает уже в течение года, даже больше. Спасибо. Как вы считаете, каждый ли может стать добровольцем? Вот вы уже год находясь. Ну, я думаю, не каждый. Вот именно должен быть человек неравнодушный, любящий людей. Вот именно с открытой душой и желающий что-то сделать, ну, вот именно... Полезное. Полезное. Неленивый. Неленивый, чтобы вот собраться, только позвонили, что вот нужна помощь, надо туда пойти или поехать. Что да, да, свои там дела сделать, отложить. То есть, вы знаете, здесь ещё когда очень много плюсов, конечно, когда уже становясь волонтёрами, понимается сознание, что у них какая-то новая жизнь появилась. Это и личностный рост волонтёра. То есть она уже может управлять своим временем. То есть это новое знакомство. И у нас же люди приходят, они разных специальностей. Есть учителя, есть инженер, есть юрист, есть врач, есть простой рабочий. И в годы своей трудовой деятельности они занимались только этим. И уже когда попав в наше движение, они пробуют себя в других разных направлениях. То есть получают ещё другой опыт. Вот. Поэтому здесь, я думаю, им интересно. Им интересно. А приходилось ли кому-то отказывать? Ну, были такие случаи, что, ну, это не единичные. Люди сами как-то для себя делают выводы, нужно это им или нет. Что это не их занятие. Да, что это не их. Поэтому, вот так сказать, резко вы нам не подходите, указывать на дверь – нет. Потому что мы же волонтёры, а волонтёры – это, прежде всего, это доброжелательные, открытые, добрые люди. Существует ли эмоциональное выгорание у волонтёров? Всё-таки работа у вас специфическая, в том числе и с разными категориями наших граждан. Это и дети, которые находятся, например, сейчас в медицинском учреждении. Либо, например, пенсионеры, которые тоже зачастую проживают одни, им просто не с кем пообщаться. Вот как вы обходитесь? Да, конечно, эмоциональное выгорание есть. И для того, чтобы, вы знаете, этого не происходило, стараюсь как-то всячески объединить, сплотить наш коллектив. Потому что, когда только одна работа, 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 и, знаете, а это же всё-таки женщины, у них есть и плохое настроение, и заболевают. Поэтому для того, чтобы вот как-то у нас было помимо волонтёрской работы и ещё и общения, мы организовали клуб «Серебряный огонёк». Где мы, вот буквально, это мы уже пришли к такому выводу, что оно необходимо, нам такое общение, потому что они встречаются на мероприятиях. Я их иногда ругаю, что они обнимаются, скорее, там общаются. А я говорю, нам надо работать, да, вы отвлекаетесь. И то есть им не хватает, а они скучают. Действительно, у них такое тёплое общение. И поэтому вот организовали клуб «Серебряный огонёк» на базе библиотеки от филиала номер 11. И где мы проводили вот уже встречу с Гильманом Александром Григорьевичем, руководителем туристической бардовской песни. И у нас в планах вот буквально скоро на той неделе будет мастер-класс по изготовлению оригами, где мы могли бы с этими знаниями пойти уже к ребятишкам в больницу или многодетную семью. Ну, то есть вот для того, чтобы не было такого эмоционального горания, мы стараемся различные мероприятия ещё внутри коллектива сделать. Это замечательно. На этот огонёк-то сбегаетесь? Конечно. Как мотыльки летите, да, с удовольствием? Ну, действительно, действительно, было очень интересно. Во-первых, Гильман интересный поэт и бард, и мы его послушали. И он нам даже как-то что-то своё рассказал, личное, душевное. И, ну, это дорого было. Хорошо. Сейчас мы прервёмся на небольшую рекламу. Серебряные волонтёры у нас сегодня в гостях, и мы продолжаем. Хотелось бы узнать, какие планы перед собой ставит Союз Серебряных волонтёров на этот год? Ну, у нас планов громадьё. Во-первых, мы хотим всё-таки расширить действие нашего социального проекта «Отзывчивый серебряных сердец». И у нас в планах такой проект совместно с театром «Буратино». То есть сделать какой-то спектакль для участия, чтобы были творческий коллектив театра, серебряные волонтёры и ребятишки с трудной жизненной ситуацией. Вот. Это у нас в перспективе. Затем мы хотим разработать свой экологический проект на горнолыжном центре «Магнитогород» «Банная». Да, мы трижды там чистили деревья, спасали деревья от различных верёвочек. И создался такой вот уже проект, что мы сделаем свой туристический маршрут для туристов «Банного». Ну, для туристов и гостей. Ну и ещё у нас в перспективе провести именно вот для поддержания нашего духа, серебряных волонтёров внутри коллектива, провести такое мероприятие «Ветер перемен». То есть это преображение связано с тем, что наши женщины, они же ведь женщины. Да, конечно. Поэтому, чтобы вот им было тоже чувство себя комфортно. Чтобы они были прекрасны. Да, чтобы они были прекрасны, выглядели прекрасно. Ну вот примерно такие планы у нас в ближайшее будущее. Будем надеяться, что они реализуются. И скажите, пожалуйста, всё-таки как стать частью вашей команды? Пожалуйста, мы базируемся в дворце имени Рамазана, Ленина, 97. Наши двери всегда открыты. Приходите, оставляйте свои координаты. Вам обязательно позвонят, свяжутся с вами, пригласят на наше собрание, на наше мероприятие. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. А я благодарю телезрителей, которые были вместе с нами. И хотелось бы сказать, если у вас есть силы и желания, то присоединяйтесь к этой армии добра. До встречи, скоро увидимся. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова